Сегодня есть проблема, это кадровый потенциал. Сегодня мы начинаем уже с соседних территорий завозить кадры, дошли до Екатеринбурга. Еремеев глава Нижнесерненского района с 2007 года. За это время он успел и мэров всех сожрать, поставить своих номиналов. Власть Еремеева зиждется в первую очередь на страхе людей перед ним и нижневостоящих администраций. В свое время, извините за выражение, он доел мэра Мешкова в Нижних Серегах, мэра Воробьева в Михайловске и по сути ставил исключительно на подконтрольных ему глав, которые будут выполнять все его поручения. Да что уж там мэры, глава Нижнесерненского района и Кремль на сайте госзакупок продавал. Несколько лет спецслужбы ловили ушлых хакеров, но, увы, не нашли. Вывод напрашивается сам с собой. Еремееву, видимо, хайпа захотелось, показали его по центральному телевидению. Домик Еремеева на вершине горы в центре Михайловска довольно-таки скромный. Глава района запасся на зиму большим количеством дров. Во дворе есть летняя веранда, тепличка, банька. Вроде бы все, зато виды из окон какие шикарные. А то, что домик его тесный, это не так и страшно. У него есть дача, у него есть другие земельные участки, расположенные на всем Нижнесерненском районе и за его пределами. В частности, есть бурсенозаводь, которая непонятным образом оказалась в его владении. Когда банкротился завод Михайлюм, где Еремеев трудился заместителем директора, эта база странным образом сначала попала в собственность администрации района, а затем была распродана по частям. Одну часть как раз таки оформил на себя и Еремеев. Домик по документам времянка, вагончик, сарай, как хотите, так и называйте его. А по факту это капитальное строение. Знаешь, что отвечает глава района, когда приезжают туда люди, по программе вот одноразово, да, выдают землю. Многодетным там, допустим, молодым семьям, он говорит, у нас земли нет. Это точно так же не помешало Светлане Слукиной, это глав архитектуры в районе, иметь несколько участков на себя, там выделить, да, и своим родственникам. Зато для простых людей у них очереди колоссальной земли нет. Но ведь все это просто невозможно без своей команды. Так кто же входит в команду главы Нижнесергенского района? На самом деле структура взаимоотношений в этой системе очень разветвленная. Однако мы специально выделили для вас ключевые фигуры в ней. Итак, за работу с главами муниципальных образований в Нижнесергенском районе, а если по-русски, то с номиналами, в районной управе есть специально на то полномоченный человек. Фамилия у него Сычев. Посмотрите, как ловко он уходит от ответа на все вопросы. А еще у Сычева есть очень интересный пункт в биографии. И за что, и на сколько лет посадили вашего сына? А это какое имеет отношение? Вашего имеет отношение чиновник. Вы должны быть моральным обликом, примером для людей. И что? Ничего. Все, я заканчиваю свою мощную дорожку. А сел его сын за то, что когда работал гаишником, фуры и самосвалы с левыми грузами сопровождал. Так сказать, пополнял семейный бюджет. А теперь, видимо, бедному заму по работе с номиналами ничего не осталось, кроме как установить для всех подчиненных план работы. Одним из таковых является глава Михайловска-Петухов. Он не только выполнил, но и перевыполнил план хозяина, выделив бюджетные деньги на подведение сети к частным блочным котельным, на которые даже и правоустанавливающих документов-то нет. Долгое время мы пытались поймать мэра Михайловска-Петухова на своем рабочем месте. Много раз видели его машину у здания администрации. Но до сих пор все попытки были тщетны. Видимо, мэр так урабатывается ночами, что бедному приходится спать на работе днем. Так они уехали по деревням. Я-то звонил, спрашивали, что они в петухах. Ну, может, было. Вы мне сказали, что он в серьгах. Да. Я говорю, прием будет, да, часа в четыре. Ну, дома нет, два часа. Ну, вы сказали, что он раньше особо четырех. Но я-то что сделаю? И вот, аллилуйя, настоящий живой Петухов. И он даже сидит за своим рабочим столом. Ну, как же не задать ему вопрос о главном распиле Нижнесергенского района 2018 года? Михаил Васильевич, расскажите, пожалуйста, а на каком основании частным компаниям уже выделяются деньги на модернизацию сетей теплоснабжения? Вот. Вы об этом пока можете писать? Написать ваш вопрос. Нет, мы, конечно, можем писать. А частным компаниям кто выделяет деньги? Подождите. Подождите. Вы вопрос интересно задаете. И к главе обращайтесь. Частным компаниям выделяются деньги. Кто выделяет деньги? Подождите. Кто выделяет деньги? А коммунистация? Да. А кто? А кто тендеры проводит? Размещение о тендерах. Нет, вы давайте точно задавайте вопросы. Никита, такие блуждающие. Я вам задаю точно вопросы. А я вам точно отвечаю. Вы нашли на сайте администрации Михаиловского муниципального образования объявление о тендере на модернизацию системы теплоснабжения. Правильно, вы нашли. Ну, да. А на основе чего эта модернизация проводится? Как на основе ничего? У вас схема теплоснабжения утверждена? Вы задаете вопросы. Один, что другое, заплетающий. Вы одно какое-нибудь вопрос задали. Вы не задали вопрос. Объявляется тендер на модернизацию теплоснабжения, модернизацию сети. Да? Такой вопрос задали. Я отвечаю на него. Правительство Свердловской области в рамках энергосбережения на администрации Михаиловского муниципального образования выделило определенную сумму на реконструкции сетей, которые бы и построили в 1953 году. Я вам ответил на наш вопрос? Нет, не ответили. Православливый документ какой у вас? Схема теплоснабжения утверждена? Почему здесь схема теплоснабжения? Правда, соврал немного Петухов. От той самой схемы теплоснабжения города Михайловс, которую он сейчас гордо тычет прямо в камеру, он уже два раза официально открестился. И в соответствии с его же письмами эта схема не имеет никакой юридической силы. Схема теплоснабжения Михаиловского муниципального образования на период с 2014 по 2029 годы утвержденное постановлением администрации Михаиловского муниципального образования не является актуальной. Пользуюсь горячей водой из батареи, пока есть отопление. Сейчас отключили отопление, все, ничего нету. Ледяная ванна, холодно везде, горячей воды нет. Почему у нас 20 лет нету горячей воды? Если бы Петухов не подарил бы выделенные ему правительством области средства на модернизацию теплосетей частным фирмам, а закупил бы нормальное оборудование, такое же, как работает и в Первоуральске, и в Екатеринбурге, да и по всей России, то жители Михаилска, которые уже много лет мучаются без горячей воды, увидели бы цивилизацию. Так более того, деньги свободные остались бы. А нет. Зачем же ему бюджетная экономия? Чем больше освоить, тем лучше ему же. Естественно, что осваивает средства не сам Петухов. Это делают его номиналы. Таких золотых подчиненных у Петухова целых два. Но привлечь ваше внимание хотелось бы к директору МУП тепловые сети Шафарстову. Поговаривают, что прежний мэр города выгнал Шафарстова за некомпетентность. А новый снова взял его на работу. На то же самое место. Наверное, потому что исполнительное. Это главное. А то, что судимость есть, причем за мошенничество, это не в счет. Почему вы нам в прошлый раз забыли одну очень важную вещь сказать о своей судимости по 159 статье? Вопросов такого не было. Мой адрес не... Ну, вы же задавали совершенно другие вопросы, на которые я так считаю, что вы ответили подробно и без утайки. Ну что, да, было такое, не отрицаю. Ну, я там выписал себе премию, так скажем, ну, не вполне законно. Сичал Шафарстов, видимо, поумнел. И премии себе сам уже не выписывает. Теперь это за него, наверное, делают подрядчики. Тут уже не придраться. За то, куда уходят деньги потребителей тепла в городе, кроме Шафарстова, никто понять не может. Действительно, до котельной АГС доходит всего от 3 до 5 процентов собранных с горожан средств. Остальное оседает в муп тепловые сети. Куда и каким образом эти деньги выводятся из муниципального предприятия, остается загадкой. По сути, Нижнесергинский район – это большая коммунальная дыра. Уж простят меня жители. Болова связывает всех коммунальных королей Нижнесергинского района с господином Еремеевым. Кто-то с ним работал раньше на других должностях, кого-то связывают добрые отношения. Это касается и господина Блиновских, упоминавшегося в ряде репортажей с компанией теплоснабжающей. Это связано с господином Косолаповым, местным одиозным коммунальным коммерсантом, который в Нижнесергах владеет управляющей компанией и был в свое время дисквалифицирован как руководитель государственной жилищной инспекции. Многие-многие другие. Содержание этого всего аппарата районной администрации мне говорили, оно примерно сопоставимо с бюджетом всех муниципалитетов. Для чего они? Что они делают конкретно? Участок с кадастровым номером 661614-06-005-49 оформлен как поле. А по факту на нем был построен частный аэродром. И даже в Росавиации об этом аэродроме ничего не знают. Михайловский аэродром не зарегистрировал. На территории Угальского МПУ Росавиации зарегистрировано только 4 аэродрома согласно государственному реестру. Пермь, Челябинск, Магнитогорск, Курган и Екатеринбург-Кольцово. Я не знаю, что за аэродром. У нас таких информации нет. В Михайловской аэродроме. Евгений Алексеевич, что делать с этим мэром и с этим районным угловой? Переизбирать. А как же переизбирать? Ведь в Свердловской области недавно приняли закон о запрете прямых выборов в глав муниципальных образований. Да, но существуют депутаты, которые его избирают. А депутаты избирают население. При выборах депутатов, учитывая, что они приняли неправильное решение. Это человек, который говорит, что наш район один из лучших в области по показателям. Хорошо, а почему из вашего района уезжают люди в город? Потому что там работы нет. Потому что нету спортклубов, спорткомплексов. Извините, это курортная территория. Если вы найдете инвесторов, построите там культурно-спортивные центры, бизнес-центры для бизнес-лагерей, для тренировочных каких-то процессов, да, наших спортсменов уральских, так к вам люди поедут, они будут там работать, жить и тратить свои деньги. Он для этого ничего не сделал. Мы, по крайней мере, этого всего не видим. Почему у него сокращается население в районе? Если у тебя так все хорошо, люди уезжать не будут, они будут там жить. Когда умножается, увеличивается количество жителей любого муниципалитета, это как раз-таки говорит о благосостоянии людей и о том, что территория развивается. И люди хотят здесь жить и хотят получить здесь землю. Это была программа «Что произошло?». В студии для вас работал Евгений Анисимов. Звоните нам в редакцию по телефону 8-343-290-2390. Заходите на наш сайт kriknews.ru. В следующий раз будут новые темы и новые чиновники. А этими уже занимается прокуратура, полиция и следственный комитет. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова